Привет, ребята! Меня зовут Вова, а в этом видео я бы хотел поделиться своим впечатлением от страны Польша. Кто не знает, я сейчас нахожусь в Бельгии и снимаю ежедневные влоги, которые выходят на канале Гураленд. Ссылку на мой второй канал я оставлю в описании под этим видео. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать свое впечатление от Польши. Когда я проезжал мимо этой страны и через Германию попал в Бельгию, я увидел много всего интересного, чем хочу поделиться с вами. Если вам понравится такой формат моих видео, поддержите это видео пальцем вверх. Так я пойму, что вам нравятся такие видео и расскажу вам о Германии и потом расскажу о Бельгии. Думаю, теперь мы можем с вами начать. Поехали! Сразу мне бы хотелось сказать, что я в Польше не жил, а находился всего двое суток, когда проезжал мимо нее в Германию и попал в Бельгию. Но ничего, я много что заприметил и готов показать и рассказать вам некоторые интересные вещи, которые я понаблюдал в Польше. Я украинец. Начиная с июля месяца у нас действуют без виз, то есть нам не нужна виза, чтобы попасть в Европейский Союз. Но очереди на таможне все так же остались. Чтобы попасть в Польшу, нужно пройти через две границы, украинскую и польскую. Мы выехали в половину десятого вечера и попали на границу в три часа утра. Вот так вот выглядит граница. Там проверяют документы, а это очередь на польскую границу. Вон там вот она начинается и идет очень далеко вперед. Пробыли на границе с Украиной больше 11 часов, а потом на польской границе провели около 6 часов и в общей сумме получилось 17,5 часов. То есть без виз никак не облегчил путь на контроле. Как только мы пересекли польскую границу и въехали в Польшу, сразу кидается в глаза порядок, чистота и ровные поля. На полях очень много растет кукуруза. Кукуруза повсюду такое впечатление, что кукуруза это один из самых популярных растений в Польше. Да что там в Польше, и в Германии, и в Бельгии ее хватает. Я так и не понял, зачем нужно так много кукурузы. Возможно продавать ее в кочанах, а может быть делать из нее консервацию. Либо же чипсы Доритас. Тут не ясно. Если вы путешествуете на автомобиле, вы просто не можете не заметить новые знаки. Я даже себе записал знаки, которые меня заинтересовали. Девочка с шариком и леденцом. Этот знак очень часто встречается на просторах европейских дорог. Также я наблюдал за знаком мужчина с палочкой. Наверное, в этой местности ходят, бродят старички-инвалиды. Знак с оленем чуть ли не один из самых популярных знаков в Европе. Потому что олени, это как символ диких зверей, очень часто встречаются на дороге. И нужно быть очень-очень аккуратным, особенно в ночное время, и следить по бокам, чтобы никакое из диких животных не выбежало на дорогу, чтобы вы не попали в аварию. Так что будьте аккуратным. Встречается очень много желтых знаков. Желтые знаки, как мы знаем, это предупреждение и какая-то опасность. Так что очень сложно быть автомобилистом на европейских дорогах. Когда мы заехали на шоссе, которое было отремонтировано к Евро 2012, я просто обалдел. Было настолько красиво, что просто не описать словами. Мы там проезжали в ночное время, когда отражающие знаки горели. И складывалось впечатление, что повсюду фонари. И было очень красиво. Не было деревьев, не было ничего. Просто шоссе, забор с двух сторон. Шоссе по четыре полосы в каждую сторону, то есть двухстороннее движение. И было просто сказочно красиво. Мне кажется, это просто мечта каждого автомобилиста. У нас в Украине тоже есть такая трасса, которая была отремонтирована к Евро 2012. Называется Житомирская трасса. Она тоже красивая и тоже очень ровная, но не настолько, как польская дорога. На следующий день нашего перебывания в Польше мы заехали в польский Ашан. Доброе утро, ребята. Сегодняшняя среда у нас начинается с Ашана. Он ничем не отличается от украинского. Такой же размер, то есть размер гипермаркета. Единственное отличие, это вся продукция на польском языке, а ассортимент один в один, точно такой же, как в Украине. Возможно, не хватает каких-то продуктов местного производства. Ну и появляются новые продукты, которые производятся именно на территории Польши и являются эксклюзивной продукцией данной страны. Я искал новые виды чипсов и напитков газированных. Они были такие же, как и в магазинах Украины. Здесь я отличий не нашел. Насчет цен. Все указано в злотах и это меня очень удивляет, ведь Польша является членом Европейского Союза и почему-то на территории страны не действует евро. Это странно, но я уверен, что есть на то причины. Цены действительно не очень высокие. Они намного ниже, чем европейские в евро, но они почти на уровне с украинскими. Возможно, чуть-чуть выше. Так что, если вы собираетесь ехать в Германию, Францию или Бельгию через Польшу, я рекомендую вам отовариться в Польше, потому что цены вас приятно удивят. Возможно, вы сначала не почувствуете разницу по отношению с Украиной, но когда вы побываете в других странах, ценовая политика Польши вас очень удивит. Также страна удивляет своими большими просторами и размерами. Когда мы проезжали через эту страну, мы побывали и в городах, и в поселках, и на полях. Поля просторные, чистые и аккуратные. Дома также отличаются от украинских. Нет заборов 10-метровой высоты, а также нет сеток на первых этажах. Также на территории Польши, как и других европейских стран, очень много двух- и трехэтажных домов. Высотки встречаются крайне редко, они есть только в крупных городах, а в обычных областных центрах многоэтажек просто нет. В основном, частный сектор состоит из двух- и трехэтажных зданий. В целом, страна оставила приятные впечатления. Хорошие цены, гостеприимные люди. На этом я свой рассказ хотел бы закончить. Если у вас остались какие-то вопросы относительно Польши, не стесняйтесь и задавайте мне их в комментарии под этим видео. Я с радостью отвечу и помогу вам решить ваши опасения касательно страны Польши. Ну а если это видео соберет достаточное количество пальцев вверх, я расскажу вам свое впечатление от такой страны, как Германия. Ну а потом поговорим и о Бельгии. Если вас интересует жить в Бельгии, подпишитесь на мой второй канал, который называется Guraland. Ссылку ищите в описании под этим видео. Там я снимаю ежедневные влоги из Бельгии. Много всего интересного вы сможете в них увидеть. И на протяжении этого видео был я, Вагура. Увидимся уже совсем скоро на этом канале и завтра на втором. До скорых встреч, хорошего вам путешествия и пока-пока!